Им все это дико. Пенсионные накопления, квартира в ипотеку, дети обязательно рожденные до 35 лет, необходимость высшего образования абсолютно для всех, семейные ценности, такие как дача, гараж, обязательно мебель из массива дерева, чтобы на века, книги, которые нужны только для интерьера, и сервис из хрусталя в этом же самом шкафу из массива дерева. Ну а также жизнь по принципу, где родился, там изгодился, нет никакой географической привязки. Меня зовут Алена Полюхович, и сегодня я расскажу вам о таком явлении, как постматериализм, и как это касается рекламы. Впервые в истории человечества и истории постсоветских стран во весь рост на сцену выходит постматериализм. Это новая модель экономического и социального поведения, которая присуща молодым людям в возрасте, которые родились в конце 90-х, начале 2000-х годов. Они не хотят употреблять и покупать товары и услуги так, как делали их родители, и им совершенно чужды стремления, какие-то ценностные моральные установки более старшего поколения, поколений их родителей, их бабушек и дедушек. И это совсем не вяжется с новым цифровым миром. По данным Росстата, за 2018 год только в России насчитывается около 25 миллионов людей возрастом от 15 до 29 лет. И, конечно же, они будут сломливать, менять традиционную экономику, в том числе и пенсионную реформу. И вот так, по данным Московского гуманитарного университета, Российского государственно-социального университета, в своем исследовании новых поведенческих моделей молодежи в экономике, они сообщают о том, что происходит цивилизационный сдвиг и очередная волна развития постиндустриального общества, которая характеризуется непосредственно именно сменой всех ценностей. Им также вторят сотрудники Государственного российского педагогического университета имени Герцена и говорят о том, что новому условному поколению Z присущи черты именно постматериализма. И термин этот был предложен еще в 1977 году американским социологом Роландом Инглхартом. В то время, когда он изучал социальные опросы, он заметил, что из демократических стран, республик, обеспеченные молодежь, все меньше интересуют просто материальные какие-то вещи, просто покупки, их все больше интересуют гражданские свободы, права и экология. Постматериализм стал реальным явлением, когда в конце 2010-го года было такой резкий скачок именно в цифровых технологиях, в развитии интернета. И, естественно, это захватило также сектор экономики. И новое поколение Z, оно уже выросло, окруженное интернетом, социальными сетями, социальным миром. Для них интернет-технологии это не какая-то далекая мечта, как была у их родителей, это реальность, обыденность, в которой они жили, живут и взрослели, как бы. Весь мир, естественно, у них находился в экране телефона, умещался прямо-таки туда или же в экран ноутбука. Ну и, соответственно, их стремления, какие-то желания, они кардинально отличаются от стремлений и желаний их родителей. Они хотят быстрого развития роста, быстро что-либо получать, не прикладывать там 40-25 лет для какого-либо дела. Они выстраивают свою жизнь вокруг разноплановых интересов и не сильно-то хотят заботиться о далекем будущем. Так, например, для молодых людей является нонсенсом такое понятие, как ветеран труда, потому что кто в здравом уме готов работать на одной и той же работе 25-40 лет, просто ради каких-то непонятных люкот в будущем, которые непонятно что вообще тебе принесут. Ну и, в общем, для них непонятна эта приставка ветеран, почему ветеран труда, разве труд это какая-то подвиг, война или что это такое. Исключительно важно, молодые люди полагают право на свободу, независимость, неприкосновенность частной жизни и свободе слова. Канадский ученый Дон Тепскот, он назвал такое поколение сетевым и сказал, что это поколение выработало свою новую философию потребительства и она связана с тем, что таким образом они пытаются избежать реальных жизненных проблем. Одной из главных ценностей поколения Z является личная самореализация, то есть личностная, творческая или же реализация профессиональная. Российские ученые считают, что отечественные представители сетевого поколения, они по-другому совсем мыслят и потребляют предлагаемые им товары и услуги. То есть они их потребляют для того, чтобы получить удовольствие здесь и сейчас, и у них совершенно нет никакой черты для длительного материального какого-то накопления. Но зато они очень ценят работу в команде. Авторы исследования трансформации экономической трудовой модели поведения современной молодежи в условиях становления цифрового общества вывели 8 новых поведенческих тенденций, которые характерны для представителей поколения Z. То есть, во-первых, они быстро переключаются между потребляемой информацией, не заостряют на невнимание, то есть не глубоко прорабатывают вопросы, либо же плохо концентрируются. Для них лучше всего использовать наглядные какие-то предметы, примеры, то есть это может быть видео, картинки, смайлики. Это не должно быть слишком объемной информацией, объемным текстом, скорее всего, они пройдут мимо. Они не любят вникать в сам текст, поэтому лучше сосредоточиться на видеонаглядности или же аудионаглядности. Ну и сосредоточение на одной задаче им часто может даваться также тяжело. Для этого поколения отсутствуют долгосрочные тренды, у них горизонт планирования минимальный, и они находятся как бы все время в потоке, который формируют соцсети. А как мы знаем, соцсети обновляются чуть ли не ежесекундно. Мотивация к деятельности слабая. Имеется в виду, что вот это очень медленное, постепенное, поступательное движение вверх, идти к своей цели, это не про Z поколение, это точно. И материальные ценности как таковые, вообще ценности, они немного размыты и формируются под влиянием соцсетей. То есть они нетипичны, и эти ценности, они не могут закладываться надолго. Успехом считается личное счастье, которое базируется на комфортной жизни, на удовольствии проживания жизни. Вкалывать никто не готов, ну в том плане, что работа, конечно же, должна приносить доход, но она не должна отнимать все личное время, или же как-то деструктивно влиять на человека. Она должна приносить радость. То есть человек, который занимается работой, должен получать удовольствие от того личного дела, что он делает. И со словом счастье у поколения Z вы встретите слова не карьера, а престижная и престижная работа, а как раз-таки комфорт, спокойствие и радость от жизни. Если коротко, мое мнение о поколении Z действительно схоже с тем мнением, что говорит Алена. На самом деле поколение Z это такое особое поколение, которое выросло попросту на гаджетах. Оно воспринимает информацию из гаджетов и, соответственно, формируется у него так называемое клиповое мышление. Эти люди готовы воспринимать информацию в небольших объемах, с изображениями, с инфографикой, с какой-то простой формате. Инстаграм, я бы тогда же сказал, формате изображения текста, изображения текста. При этом слишком много текста для них, это уже становится тяжело. И, соответственно, эпоха толстых учебников уходит в прошлое. Все предпочитают удобную навигацию, найти только конкретно, что нужно. Именно вот это клиповое мышление и формирует, ставит отпечаток на всем поколении. И, соответственно, поколение развивается не так, как мы бы хотели. Как классические маргетологи сталкиваются со своей проблемой, что это поколение потребляет и покупает действительно иначе. Оно более скучное, оно не умеет общаться. Соответственно, да, действительно такая вот особенность. Они предпочитают мессенджеры, а не непосредственно живое общение. Поэтому некоторые ниши бизнеса попросту могут фактически вымирать с годами, потому что люди предпочитают чатиться, чем общаться. И да, в этом действительно есть такая проблема будущего поколения Z. При выстраивании маркетинга усилий нужно учитывать особенности смены потребительских предпочтений у этого поколения. И действительно, вариант того, что теперь даже книги будут покупаться хуже, есть к этому мнение. То есть даже заметено падение продаж рынков книг, благодаря тому, что люди предпочитают видеоконтент, люди предпочитают информационный контент в виде каких-то вебинаров, каких-то уроков на ютубе, чем читать какие-то либо большие книги. И да, вот если вы сталкивались с тем, что целую нишу бизнеса, вашу нишу бизнеса затронула смена поколений, напишите об этом, хотелось бы узнать об этом фидбэк. Z боятся обыденности, где нет места ярким впечатлениям, каким-нибудь развлечениям. На первый взгляд, эти тенденции выглядят, кажется, негативными, но с другой стороны, что плохого в том, что люди просто хотят жить здесь и сейчас, получать удовольствие от жизни, развлекаться, получать сиюминутное удовольствие, а не быть обременены какими-то непонятным будущим, ипотекой, какими-то там экономическими и другими тяжбами и так далее. С одной стороны, ничего, но это огромный риск для традиционной экономики, которая сложилась и несет непосредственную угрозу. Новое поколение слишком текучее для того, чтобы обеспечивать бизнес постоянным трудовым ресурсом. Молодые люди не хотят засиживаться на одной и той же работе годами, и также им неинтересно работать на скучной работе и делать одно и то же действие. Лауреат Нобелевской премии Эдмунд Фелпс, он в свое время вывел такой некий золотое правило для того, чтобы рост экономики постоянно шел и увеличился. Для этого, грубо говоря, нужно, чтобы предыдущее поколение оставляло своему будущему поколению такое количество инвестиций, скажем так, какое оставили им их предки. Но поколение Z, оно вообще не ориентировано на то, чтобы долгосрочно что-то накапливать, непонятно вообще зачем. Они лучше будут тратить... Исследования показывают, что такое поколение привлекает творческий интеллектуальный труд, который так или иначе связан с интернетом, будь то наука, искусство или же музыка. Поколение Z готово инвестировать и вкладывать в себя, как в человеческий капитал, нежели чем в какие-либо материальные активы. И в связи с этим у них возникает много вопросов к современному образованию, особенно которое осталось на постсоветском пространстве. Во-первых, поколение Z вообще не понимает, зачем прям обязательно каждому человеку нужно высшее образование. Во-вторых, для них школа, будь то или университет, она их выгоняет как будто бы в рамки. То есть, с одной стороны, они это всюду видят и слышат, что нужно нетипично мыслить, а с другой стороны, их замыкают в этом школьном университетском пространстве и натаскивают на типичные какие-то шаблонные ответы для того, чтобы успешно сдать экзамены, ничего не объясняя. Они не видят никакого смысла в сдаче госэкзаменов или же там в ЗНО, к примеру. Ну и, соответственно, у них возникают вообще вопросы по поводу необходимости получения того же высшего образования. И, как мы видим, то взять какой-то годик-другой после окончания школы, перед поступлением в вуз или колледж, так как принято на Западе, сейчас уже и в наших странах это практикуется. То есть, подумать о том, чего ты хочешь вообще, на кого ты хочешь учиться, что тебе интересно. Они предпочитают провести там год после школы в раздумьях, там, наедине с собой, только потом осознанно уже идут в университет. Молодежь сейчас понимает ценности самообразования и для более дерзких, если так можно сказать, то классическая школа-университет не несет никакой практической пользы. Ведь в интернете полно достаточно онлайн-курсов, которые ты проходишь за более короткий период времени и получаешь уже здесь и сейчас готовую профессию. Ну и, конечно же, именно к этой целевой аудитории сейчас приковано внимание маркетинга, маркетинговой сферы. Ведь именно поколение Z сейчас становится активными потребителями и активными потребителями ваших товар и услуг. Так что же нужно делать для того, чтобы привлечь такую непростую аудиторию? Именно социальная активность, неравнодушие к проблемам, все это характеризует поколение Z. Они, скажем так, своеобразные промоутеры именно вот этих всех тем по экологии, равноправию и так далее. Именно поэтому именно поколение Z будет лучше воспринимать бренды, которые помимо создания качественного продукта, естественно, будут уделять и транслировать ценности вот такого вот характера. Вот как мы можем видеть, например, на примере поста в Instagram от IKEA Россия. Традиционная реклама это то, что точно не сработает с этим поколением, они будут негативно к ней относиться. И как раз-таки именно большая часть людей в возрасте от 15 до 19 лет, они чаще всего используют блокировщики реклам на сайтах. Но при этом они очень позитивно относятся к рекламе, которая является нативной или же которая предоставляет им выбор смотреть ее или же пропустить. Чтобы реклама заинтересовала такое поколение, она должна либо же предлагать и дать дополнительную информацию, какую-то более ценную, полезную, либо же там должна быть возможность какая-то комментирования этой рекламы и так далее. И, конечно, вот характерная черта поколения Z, что касается рекламы, это то, что посмотрев на баннер или же там видеоролик и текст, который его сопровождает, они могут точно и сразу определить, действительно ли правдива эта реклама или же это просто способ их завлечь. 82% поколения Z уверены в том, что они прекрасно разбираются в существующих технологиях. И когда ты с самого детства знаешь все о дополнительной реальности, голосовых ассистентах и также о беспилотных автомобилях, то становится все сложнее удивить. Однако не стоит сбрасывать со счетов всевозможные такие рекламные акции компании. Маски в Instagram, а также игры в Instagram, они до сих пор котируются для поколения Z, так что используйте это. Также поощряйте Z на создание пользовательского контента, ведь именно это поколение характеризуется желанием что-либо создавать. Большинство из них становятся видеоблогерами, либо же у них мечта стать известным видеоблогером. Они ведут свои YouTube-каналы, также ведут свои профили в соцсетях, пишут свои мысли, тексты и так далее. И вот мы видим пример компании Divash, которая с хэштегом я знаю ты на меня смотришь, уже собрала 16 563 публикаций. Именно поколение Z будет хорошо откликаться на такого рода призывы. Ну и конечно король это видеоконтент, ведь с помощью видео можно быстрее донести нужную вам мысль, а воспринимается такой контент гораздо проще и интереснее. И в среднем где-то до 68 роликов просматривается за день до 5 разных социальных площадок. Правда стоит учесть, что ролики эти короткие по 10-15 секунд и данное поколение больше чем 8 секунд не будет заострять свое внимание на какой-нибудь вещи или товаре или услуги. Поэтому нужно постараться в эти считанные секунды донести нужную информацию грамотно, красиво и быстро и увлечь естественно потенциального пользователя. Среди тренда видео это конечно же максимальная естественность и адаптированность к площадкам. Именно поэтому уже несколько лет как популярны вот эти все коллаборации с влогерами, блогерами. Ну и еще один тренд он касается непосредственно создания видео, то есть в тренде именно видео, которое не выглядит как идеальное глянцевое видео, глянцевая обложка. Все-таки сейчас в тренде это искренность и естественность. Ну и конечно не забывайте о всяких новых фишечках, которые подарил нам тот же TikTok. Ну а сейчас давайте поговорим с вами о том, какие существуют мифы вокруг поколения Z и приемов рекламы. Во-первых, миф номер один это то, что сегментация аудитории тут не нужна. Да, несомненно, у каждого поколения есть свои общие черты, которыми она характеризуется. Однако это вовсе не означает, что у поколения Z одни и те же увлечения или интересы. Не все смотрят одного и того же блогера, не всем нравятся конкурсы и челленджи. Для большинства людей этой аудитории могут быть абсолютно разные какие-то идеалы, которым они стремятся или же интересы. Поэтому в попытках погнаться просто за хайпом будьте очень аккуратны и все-таки исследуйте свою аудиторию и выявляйте именно ту, которая вам нужна, интересна и ее интересы, желания. Второй миф это то, что нужно говорить с ними на их языке. Просто вспомните, насколько комично выглядят наши старшие родственники, которые пытаются использовать в речи какие-то подростковые сленги. То же самое и касается для контента создания брендов. Особенно если у брендов совершенно другая стилистика и другой, скажем так, голос. Все, что требуется от вас, это быть естественными и искренними и постараться как можно более лаконично донести суть вашего товара. Третье заблуждение это то, что работает исключительно видеоконтент и больше никакой. Да, конечно, видео занимают большую часть, оно легче воспринимается, их нужно использовать. Однако не стоит сбрасывать со счетов текст, текстовую информацию, поколение Z прекрасно будет ее воспринимать, если вы сделаете ее не скучной. Добавите туда какие-то визуальные красивые эффекты, картинки, тогда это точно привлечет внимание. Ну и кстати, что касается вот видео, то не обязательно видео, а вот всевозможные аудиосообщения, подкасты, они гораздо лучше воспринимаются сейчас поколением Z. Так что если вы еще не пробовали, советую обязательно попробовать.